ПОРТУГАЛЬЯ ХОЛА АМИГОШ! ПОРЫВАЕШЬ? КАМПЕОЕШЬ ДО ПОРТУГАЛ? Я еще под впечатлением, как вам игра? Если вы болели за Португалию, то предлагаю вам сегодня приготовить праздничный баклажан Баклажан по-португальски Ну а если вы фанаты Франции, то вот вам утешительный омлет И не особо печалитесь, им все равно заплатят Поехали! Первым делом 4 средних баклажана Это 3 и еще один Помоем, порежем на кольца Не очень тонкие, не очень толстые 7-8 мм, где-то так Перекладываем их в миску, щедро присыпем солью Перемешаем хорошенько Накрываем чем-нибудь и отставляем минут на 20 Как раз займемся соусом А для соуса первым делом поставим сотейник на небольшой огонь Туда капнем 2 столовые ложки растительного масла И пока оно разогревается, быстренько пошинкуем одну среднюю луковицу Довольно мелко И скидываем в сотейник Огонь умеренный и пусть себе пассеруется Мы же за это время нарежем на кубики 2 сочных спелых томата 1 зубчик чеснока почистим и мелко нарежем Лук пассеровался минут 7 То есть не жарился, а томился на небольшом огне Скидываем туда наши овощи, томаты, чеснок Добавляем щепотку сахара Щепотку соли СМЧП обязательно, куда же без него Щепотку чабреца Нам лень было идти на поле, поэтому мы взяли тимьян И сверху один небольшой лавровый листочек Который, впрочем, сначала вытянем Перемешаем хорошенько все ингредиенты А потом кидаем его обратно И на умеренном огне пусть себе тушится минут 20-30 А мы тем временем возвращаемся к синеньким Которые уже опустили сок Который мы сливаем вместе с горечью, которая находилась в баклажанах Затем хорошо промываем, чтобы выметь излишки соли Сливаем воду, отжимаем хорошенько баклажаны И выкладываем на чистое полотенце В хорошо прокаленную сковороду нальем немного растительного масла Уменьшим огонь до среднего Обваливаем каждый баклажан в муке Стряхиваем лишнюю обязательно И перекладываем на сковороду Обжариваем с каждой стороны минут 5 Ну или до образования хорошей золотистой корочки Затем скидываем готовые баклажаны в тарелку И за это время у нас уже будет готов соус Снимаем его с огня И хорошенько блендерим до однородности Кстати, пробуйте на соль, перец, разумеется Если у вас нет блендера, вы можете перетереть с кем-нибудь По поводу того, что у нас открылся сайт Он, правда, пока полупустой Но все равно вы могли бы туда заглянуть И написать нам в комментарии, чего вам не хватает А соус перетереть через сито Или вообще не перетирать, если вам нравятся кусочки Самое время собрать все воедино Берем два горшочка На дно четверть от всего соуса Затем слой баклажанов Слой тонко нарезанной брынзы Конечно, можете ее заменить на любой другой сыр Но брынза солененькая, так что будет очень даже ничего Затем снова баклажаны Снова брынза, снова баклажаны Но вы поняли идею И так пока не заполнится весь горшочек Сверху еще четвертину от всего соуса Затем натертый сыр Который вы, кстати, можете смешать с мелкими сухарями Но у нас их не было, поэтому обойдемся Ну и в довершение пару капель растительного масла Закрываем наши горшочки И отправляем в уже разогретую духовку до 180 градусов Быть им там ровно 30 минут Пока баклажаны пекутся, я, пожалуй, сделаю паузу И передам привет Яне Некрединой Почему именно сегодня, спросите вы И почему у меня очереди А просто так Затем мы духовку отключаем Запишем пару приятных слов для вас А за это время баклажаны дойдут Поскольку в ингредиентах была мука, то по мере остывания Все внутри схватится И вот что мы получим в итоге Подавать, конечно, можно в горшочках Они долго сохраняют тепло, поэтому можете сделать заранее Либо перекладываем на тарелку Добавляем немножко зелени И о-ля-ля Кстати, это блюдо мы посвящаем Криштиану Роналду Который так и не смог реализовать свой потенциал в финальном матче Но мы ему еще мотылька посылали Вы ж видели Жалко Ну а вам спасибо, что подписались и лайк поставили Кстати, текстовый вариант рецепта найдете у нас на сайте Теперь так будет всегда Увидимся